В эфире программа «Особое мнение», у микрофона Светлана Занькова, 13.06.07 уже в Кирове, и свое особое мнение сегодня высказывает депутат Законодательного собрания 4-го и 5-го САЗы в Кировской области Дмитрий Русских. Дмитрий Михайлович, добрый день. Светлана, и всем слушателям добрый день. Очень приятно снова быть в вашей редакции уже депутатом 4-го и 5-го САЗы, а не 6-го. Не называть экс-депутатом. 4-го и 5-го САЗы. Кстати говоря, о депутатстве вас спрашивают на сайте хакера.ру, где наши слушатели оставляют свои реплики и вопросы в анонсе, который мы располагаем всегда накануне дня прихода гостя. Сергей говорит, Дмитрий, очень жаль, что мы, пенсионеры, не видим вас нынче, депутатом голосуют за вас, мы думали, что вы будете спикером УЗС, ваш дальнейший план. Вот это очень странно. Ведь ты не баллотировался. Я не баллотировался. На самом деле, видя, как проголосовали мои земляки и избиратели, какой сегодня САЗыв 6-й и кто его возглавляет, я очень рад, что я там не нахожусь в этом зале. Почему на выборах в УЗС, Костя пишет, такой хороший результат получила Единая Россия? Правильно ли, что все должности в руководстве УЗС и комитетах заняли представители Единой России? Ну, вы знаете, мы, в принципе, получили картинку четвертого САЗыва, когда, в общем-то, такое очень большое большинство, а сегодня 37 депутатов от Единой России, они, как бы, являются именно той частью большой, которая, в общем-то, определяет и представители комитетов, и замов. Ну, если они так решили и хотят иметь все только для себя, ну, это их право, они имеют право большинства, и, в принципе, если они считают, что так будет им комфортно принимать законы, и так будет лучше для жителей Кировской области и для экономики Кировской области, ну, это их право. Имеют право, сказал я. Имеют право, да, в полном смысле, при всем при этом это же население избирало 37 депутатов от Единой России. Мне нравится просто этот ответ, да? Ну. Костя, ты почему так сделал? Имеют право, и все, да, есть ответ. Да. Хорошо. И они трусаков философствуют с репликой «Когда сменится власть?» «Когда мы будем все ходить на выборы и будем голосовать не сердцем, а головой, я думаю, что рано или поздно все равно власть должна смениться, и это единственный путь, который я вижу при сегодняшней жизни, потому что всегда говорил, что Россия любые потрясения и революции исчерпала. В первую очередь хочу сказать, что, наверное, сама власть должна понять, что ей лучше меняться демократическим путем и выбор через выборы, чем какими-то другими путями, и я думаю, что рано или поздно все равно это будет происходить». А ты видишь вообще хоть какие-то тенденции к тому, что власть что-то там осознает? Пока я никаких тенденций не вижу, потому что то, что было... И что она вообще должна осознать? Ну, все хорошо, поддержка населения очень большая, и президента, и партии «Единая Россия» 54%, да? Именно. Население довольно назначено. То в данном случае я не вижу каких-то глобальных изменений, при всем при этом мы сейчас должны четко понимать, что ситуация в экономике тяжелейшая и в Кировской области, и в Российской Федерации. То в данном случае, значит, они несут полную ответственность за то, что все происходит. Но еще раз хочу... Нет, они это выборщики. То есть все мы, кто ходил на выборы. Нет, но я бы не сложил на выборщика. Я так думаю, что это сама власть по себе, она несет всю ответственность, полноту всего происходящего. Это как раз предыдущий вопрос, да? Почему сегодня все представители комитетов и все замы там от «Единой России»? Я правильно тебя понимаю, что народ сказал, мы вам доверяем. Да, и вы работаете. Мы вас любим, мы довольны, мы довольны. Хотя на самом деле я не знаю, я довольных людей встречал в стороне и в Кировской области в последнее время не так много. Мало ли кто любит поворчать. Да, ну, по крайней мере, сегодня есть определенный тренд, что вокруг нас одни враги и нас интересуют больше... Глобально ты имеешь в виду? Да, да. Нас больше интересует не внутренняя жесть и не экономика Российской Федерации, не здравоохранение с образованием, а больше нас пытаются перевести на проблемы выборов президента в Соединенных Штатах или войне в Сирии, или как там живут несчастные европейцы, которые должны вот-вот сейчас все умереть и на них должны напасть различные меньшинства. То в данном случае мы, наверное, пока больше живем внутренней политикой, чем внешней. А вот можно продолжить... Наоборот, внешней, чем внутренней. Мы можем продолжить и даже слишком не развивая тему, сказать, ответить Леониду на вопрос, когда сменится власть, сказать про 2018 год. Ты думаешь, в 2018 году что-то изменится? А что должно в 2018 году поменяться? Выборы президента будут. Ну, я думаю, что все прекрасно понимают, что про выборы президента можно голову не забивать. Я думаю, что президент будет определён в 2018 году. Не надо мучиться. Да, не надо мучиться. Я думаю, что гораздо больше сейчас проблем возникает с тем, что будет ли чемпионат мира в 2018 году в Российской Федерации. Ой, какая хорошая. Да, ну, я думаю, что это... Про футбол приятнее. Про футбол приятнее, да. И всех настраивают на футбол. Да. А вот надо будет как-нибудь поговорить и оценить позицию президента на счёт того, что не надо поддерживать профессиональные футбольные команды. Ну, не сейчас, ладно? Может быть, в конце программы. Поэтому можем говорить очень долго, на примере даже наших местных команд. Да, если останется сегодня время, поговорим. Тут ещё один вопрос на сайте. Разочаровавшийся избиратель пишет. Прямо вот так честно говорит человек, разочаровался. Дмитрий Михайлович, ваш бывший коллега ПОЗС, Валентин Николаевич Турула, заявил на днях о создании в области, в кавычках, теневого парламента. Он здесь заявлял в особом мнении, у нас в суде. У вас нет планов к нему присоединиться? Я хочу сказать стихами... Ты вообще в курсе... Нет, я не в курсе... Можно тогда я поясню буквально два слова? Валентин Николаевич Турула сказал здесь в особом мнении, что вот ассоциации из энного количества партий, я уже не помню количество их, но число называл, пройдет выборы народных депутатов самостоятельно. Их будет человек 40-45, и они будут на альтернативной основе, я своим словом пересказываю, продвигать просьбы и чаяния избирателей. Он считает, что это есть вполне законный механизм, и это может быть действенной силой. Вот стихами Быкова Дмитрия. Это круто, а зачем? Как зачем? Вот он недоволен, да, на самом деле, тоже составом УЗС, который нынче избрали. Я считаю, что можно оппозиционные силы, все-таки они не должны стухнуть, что называется, а должны использовать свой потенциал, вот, например, в такой форме. Отлично, но легитимность какая? Мы сегодня там четко понимаем, что как бы мы что ни говорили, как бы мы не ругали сегодняшнюю власть, но выборы, которые произошли 18 сентября в нашей области, в нашем городе, в нашей стране, показали, что, в общем-то, доверие партии власти довольно-таки большое, даже в Кировской области. Я исключаю город Киров, потому что он показал уникальный шанс, там, когда фактически 70 с лишним процентов жителей города Кирова не проголосовали за партию власти и в переводе там не проголосовали за господина Быкова. Но, тем не менее, как бы легитимность создана, есть, избрано законодательное собрание Кировской области, в нем есть все парламентские партии, там, да, к сожалению или к радости 37 депутатов заняли места от Единой России. То в данном случае, а что тут уже дальше-то делать, да? Ну, надо ведь точно понимать, что их не избирали, там, американцы или европейцы. Этих людей, 37 депутатов избирали, жители Кировской области. Я от себя тогда сейчас по-другому еще задам вопрос. Как ты относишься вообще к заявлению Турула о создании, вот, там, партии, не партии, но народного, теневого парламента в виде народных депутатов, избранных от альтернативных партий? Нет, я считаю, что надо всем успокоиться и просто, как бы, заниматься каждому своим делом. Так, далее, продолжение вопроса от разочаровавшегося избирателя. Не успели кировчане отойти от выборов, как власть начала наступление на наши кошельки? Уже принято решение о повышении платы за капремонт, отмене ряда льгот. Как считаете, этим делом ограничиться или лучше, конечно, впереди, в кавычках? Значит, по наступлению. Наступление началось у нас еще в 2014 году. Оно продолжалось определенными шагами в 2014-2015 году. Это и капремонт, и отмена для молодой семьи и ипотеки, сокращение проезда в общественном транспорте для пенсионеров, там, вывод на полтора прожиточных минимумов. На самом деле, наступление идет давно, просто кто-то это видит, а кто-то это не видит. То сегодня закончилась выборная кампания, и то, что планировалось в апреле-майе еще в старом созыве ЗАГС Собрания, будет сейчас принято в октябре и в ноябре. Там большой пакет социальный, где будут большие урезки и по инвалидам, и по детям инвалидов. В то же время, вернее всего, что туда попадут и сельские учителя, про которых очень много говорили в мае и в юне. Но я думаю, что это наступательный порыв, он как бы идет, он будет продолжаться, и я на ближайшее время не вижу никаких оснований сказать, что от населения власть отстала. Она будет продолжать как бы наступать. Мы бюджет разберем с тобой сегодня обязательно. Да, у нас бюджет сам за себя все говорит. Основные вехи. А вот ты говоришь, в ближайшее время не стоит ждать там света в конце тоннеля, или ты его вообще видишь? И что значит ближайшее время? Какой ты промежуток времени имеешь в виду? Ну вот если даже судить по заявлениям федеральных руководителей, это Минэкономразвитие и Минфин, значит, то у нас они недавно, буквально на той неделе сказали, что 20 лет у нас будет стагнаться вообще в экономике на ближайшие 20 лет. То в данном случае параметров, которые мы достигали в 2011-2012 году, мы сможем достичь по уровню жизни и по бюджету и по всему только в пределах 20 лет. То представляете, насколько мы откидываемся на делу? Надо привыкать. Надо привыкать, но как всем же говорят, что у нас же тут сейчас тяжелые времена, и мы должны там четко понимать, что важно развитие или защита своих границ. Как сказала моя сестра на недавнем дне рождения моей мамы, родители, я еще раз прихожу к выводу, как вы были правы, только натуральное хозяйство спасет россияне. Ну так россияне, Россия живет уже 200-300 лет, так что. Сейчас мы прервемся на одну минуту, буквально после этого снова в студии, напоминает особое мнение Дмитрия Русских. В программе «Особое мнение» у микрофона Светлана Занько свое особое мнение сегодня высказывает депутат законодательного собрания 4-го и 5-го созыва, законодательного собрания, конечно, Кировской области, Дмитрий Михайлович Русских. Мы продолжаем и, как обещали, поговорим о бюджете. Объявлено о проведении общественных слушаний по бюджету Кировской области. Пройдут они 31 октября этого года, понятное дело, в 10 часов. Я специально это говорю, кто придет. Они же общественные слушания. Но практика показывает, что очень мало народу приходит. Вот, хотелось бы посмотреть. 31 октября в 10 часов в здании номер 1 правительства Кировской области по адресу город Киров, улица Карлолипна, 69. Это основное здание. Это на сайте правительства такое объявление лежит. Еще раз. Каждый может прийти 31 числа и обсудить бюджет Кировской области. Вот, важно, мне кажется, сейчас разобрать вопрос, а что, собственно, предстоит обсудить людям на этих общественных слушаниях и в дальнейшем на ОЗС, и понять основные тенденции, обозначить подводные, может быть, какие-то камни. Ты читал пояснительную записку, проект закона областной бюджете 17 октября. Я не хотел читать, потому что я после 18 сентября стал рядовым жителем. Да? То есть вот так вот, да? Да, и я, в принципе, как 90... И как все рядовые жители области на правильный бюджет. И я не хотел его читать, потому что я за 10 лет на него начитался до такой степени, что, в общем-то, хотел пожить как все, не вникая в его подробности. Только удивляюсь, когда выходят новости об очередном сокращении каких-то выплат. Ну, я, в принципе, все равно это читаю, отслеживаю. А в том бюджете пояснения какие-то? Ты понимаешь, вот давай, ну ты же прочитал? Я все-таки его прочитал, потому что очень много от вас, СМИ, поступало ко мне звонков, потому что, к сожалению, по какой-то причине, да, новые депутаты не отвечают на вопросы по новому бюджету. Но они же говорят, что еще бюджет депутатам не пришел. Да, он еще не пришел, да. Ну, вот, в принципе, то, что удалось узнать, то, в общем-то, и увидеть, и взять анализ этого года, по крайней мере, 2016 год я там бюджет понимал и знал, и читал, то как бы радоваться фактически... Есть чем сравнить. Есть чем сравнить, и динамика, которую мы сегодня видим, там, даже 2014, 2015, 2016 год, она очень удручающая во всех отношениях. Каковы основные тенденции? Ну, какие тенденции? В первую очередь, что мы сегодня точно видим, что в области увеличивается бюджет в плане того, что у нас есть доходная и расходная часть, есть дефицит. То вот, если мы в том году принимали дефицит в пределах 3 миллиардов, то на сегодняшний день в связи с ненабором и сборов налогов по налогу на прибыль, налогу на дивиденды и, по-моему, частично на ДФЛ, мне кажется, что сегодня у нас уже разрыв идет в пределах 6-8 миллиардов. Это вот такая, на мой взгляд, сосчитанная вещь мною, потому что принимали, допустим, 3 миллиарда, недополучили там тоже где-то 3 миллиарда, плюс еще какие-то дополнительные вещи, то, в общем-то, у нас сегодня разрыв идет громаднейший. Значит, это говорит о том, что, в первую очередь, для того, чтобы сохранить, сократить сегодня разницу в бюджете, значит, что делается, в принципе... То есть, декларируется. Декларируется. В 2017 году бюджет наш будет без дефицита. Дефицитный. Значит, вопрос очень интересный. Но куда денется тогда дефицит накопившийся за прошлые годы? Да, то вот, если мы в этом году идем с дефицитом почти 6-7, то это говорит о том, что на следующий год будут очень сильно сокращены все расходные. То есть, мы должны этот дефицит закрыть? Ну, понятно, что мы дефицит его доходами не закроем, вернее всего, что мы будем привлекать или кредиты, или помощь Минфина. По кредитам еще. По кредитованию, да. Но, на самом деле, ситуация тяжелая, и, насколько я знаю, что фактически сегодня денег хватает только на выплату зарплатам бюджетников. Ситуация тяжелейшая, и для меня там 2017 год, по крайней мере, в рамках того бюджета, который мы сегодня видели, становится до конца понятен, потому что очень много социальных законов будет или убрано, или будут сокращены, или будут введены какие-то нормативы, которые не позволят там его действовать этому закону в таком варианте, как он работает сейчас. Это, в первую очередь, то, что я сегодня уже видел на... Буквально в четверг на этой неделе будет пленарное заседание. Там у нас есть закон об инвалидах, закон идет о почетных гражданах, ветеранах. Ну, там очень большой пакет, плюс там, по-моему, у нас еще идет вопрос по сельским учителям, которые очень много говорили, и не знаю, будут ли его обсуждать в октябре или перенесут на ноябрь, но при формировании бюджета 2017 года нужно все расходные обязательства в этом году сокращать. То есть, в первую очередь, как ты увидел, что будут сокращаться все возможные социальные годы, скажем, надбавки, необязательные выплаты. Необязательные выплаты, плюс они будут, вернее всего, что вот по тем законам, которые мы говорим, там по детям-инвалидам, просто по закону по инвалидам, там видно, что будет включен норматив полтора прожиточных минимума, то, что у нас сегодня было принято еще в 2014 году, когда сократили поток людей, которые пенсионеров ездили в общественном транспорте. Ну, примерно везде идет слово «адресность», которое говорит о том, что адресность значит определенное сокращение и именно количестве людей, да, конечно. И мы видим это по многим очень направлениям, и я думаю, что буквально на следующей неделе СМИ уже объявят именно те законы, которые потерпели большие изменения. Ну вот смотри, да, на здравоохранение 300 миллионов рублей меньше будет тратиться в следующем году, чем в нынешнем. Да, я посмотрела. Есть табличка, кстати говоря, всем интересующимся предлагаю еще раз зайти на сайт правительства, и там есть объявление о проведении публичных слушаний по бюджету 31 октября, там есть и проект закона, и пояснительная записка, вот видно, что. Идет сокращение, например, как будут действовать власти, скажи мне. То есть эти 300 тысяч, 300 миллионов, извините, конечно, эти 300 миллионов нужно будет действительно каким-то образом что-то там подсократить, где-то чего-то там уменьшить и прочее. Еще сколько-то там десятков сот миллионов по образованию, еще сколько-то десятков сот миллионов по какому-то другому направлению. Такой вопрос, как социальное напряжение, о котором все время напряженно же думают чиновники, как бы не допустить, чтобы были какие-то протесты, люди выходили и так далее, он, конечно, должен быть проработан как следует и снят. Как людям будет компенсировать то, что у них забирают? Ведь мы же привыкаем, Дим, да? Пусть даже к минимуму, потому что так-то это мизер было, вот все эти выплаты, надбавки, если бы для кого-то важно, но мизер. Вот как это будет людям компенсировать? Ведь нужно же что-то дать взамен этому. Или мы настолько уже к этому готовы, как ты сказал, что привыкли же, не жил хорошо и нечего. И нечего начинать, да. Но смотри, Свет, свою точку зрения личную говорю, там тренд такой существует по всей стране. Если мы сейчас начнем изучать, и у меня есть вот некоторые данные по принятию федерального закона, там, да, как бы тенденция, она идет общая по всей социалке. Это образование, культура, здравоохранение. Значит, а как возмещать? Да, очень просто, значит, я всегда говорю, что есть там две вещи. Это холодильник и телевизор, да. Если на сегодняшний день телевизор побеждает холодильник, то, в общем-то, никаких проблем нет. И я имею в виду для власти. То, вернее всего, что, как бы, вот эта опасность нападения на нас, там, со всех сторон, она будет продолжаться, потому что, как бы, мы должны все внутри понимать, как бы мы этого не хотели, что мы затягиваем пояса не из-за того, что, как бы, так хочет власть. Да, это такая мера необходима, в связи с тем, что у нас, вокруг нас одни враги. То, в данном случае, мы готовимся к каким-то защитным вещам, когда нужно, в общем-то, перестать кушать, лечиться, значит, может быть, лишний раз и не учиться. Значит, и с этой точки зрения, как бы, я думаю, что власть контролирует, там, все эти процессы. И телевизор, там, четыре федеральных канала, там, это является очень хорошей пилюлей для любого, там, человека. Потому что я даже разговариваю с своими родственниками и знакомыми, и реально понимаю, что, в общем-то, как бы, процесс идет, и каналы работают, и они реально говорят, что, вот, а как так можно, вот, вообще, как бы, думать о чем-то таком ненужном, там, да, вот это. Пускай мы поменьше поедим, пускай мы, нас меньше лечат. Лишь бы не было войны. Да, лишь бы не было войны, потому что на нас, там, кто-то должен, буквально, в скором времени... Порошенко еще с своими заявлениями. Да, ну, слушайте, ну, у него, там, я даже не хочу обсуждать Порошенко. Но он помогает. Он помогает, да. Да, и вот это все нагнетение обстановки, оно, конечно, как бы, всем дает понять, что, в общем-то, сегодня, ну, ничего такого страшного нет. Ну, вот, сегодня вы не получите, может быть, когда-то получите. Есть одна единственная проблема. Значит, судя по нашему бюджету и федеральному бюджету, о тех вещах, которые мы происходим, то какая-то очень удивительная часть происходит сокращение бюджета, да. Почему-то сокращаются, там, социальные все направления, при этом не сокращаются зарплаты чиновников, доплаты к пенсиям и различные их санаторные... Минфин предложил отменить обязательную индексацию зарплат госслужащих. Ну, это отлично, но в данном случае-то у них и так, у большей части-то там все в порядке. То, когда мы говорили о том, что сегодня у нас в бюджете Кировской области, там, в этом году почти 200 миллионов рублей идет на доплаты пенсии, там, бывшим руководителям, там, и чиновникам, и госдолжностям, то, в общем-то, на это никто внимания не обращает. А то, что мы сегодня видим, что у нас там практически на 11% вырос там капремонт уже в следующем году, плюс идет большое сокращение даже по системе здравоохранения, это почти 300 миллионов, то это надо четко понимать, что кто-то недолечится, кто-то что-то не получит, и, в общем-то, проблемы, они только будут усугубляться. Ну, видимо, как у меня бабушка раньше говорила, что если там нет здоровья, надо пойти и свечку поставить, а еще такой был народный метод, она говорит, что-то болит, ты возьми у ребенка определенную вещь, сделай на ваточку и приложи, и все пройдет. Волеотерапия? Да, 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 да. Ну, в принципе, как бы, вот это ведь никто не отменял, и мы в этом направлении там очень хорошо двигаемся. Вот единственное, что хочу сказать еще, что вот последняя данная, то, что мы сегодня всех больше беспокоим, это здравоохранение. Вот буквально официальное заявление Министерства здравоохранения Российской Федерации подтверждает следующие вещи, что в больницах снова пошел рост смертности. В этом году в России умерло 24 тысячи плюсом по сравнению с 2015 годом. Значит, недополучили практически за счет сокращения койко-мест почти 800-850 тысяч россиян места в больницах. То, в общем-то, даже та модернизация, которая проходила, или оптимизация, как ее называешь, то, как называют здравоохранение, сегодня даже на самом высоком уровне, понимая, что она была совершенно неоправданной, и она создает кучу проблем. А это не связано было с тем, что у нас как раз там вот этот демографический провал, старение населения, вот в этом... Но если у нас идет демографический провал, старение населения, то как раз диагностика и лабораторные всякие анализы и предрещение болезни, оно, наоборот, должно более сильно быть развито. Вот я буквально вчера нашел на коммерсанте... Я просто не видела этих данных. Да, но они есть официально. Вот смотрите, даже что пишут там коммерсанты по Минздраву. На прошлой неделе стало известно, правительство не даст Минздраву деньги, необходимые для реализации приоритетных проектов по здравоохранению в 2017 году, по 2025 год. С 2017 по 2025 год? 25, да. Ведомство получит в 52 раза меньше средств, чем запрашивало. Прозвучала еще одна цифра... В 52 раза? Да, да. Прозвучала еще одна цифра, только два региона, Москва и Санкт-Петербург, не имеют изъянов с точки зрения доступности оказания медицинской помощи. Попытался выяснить, что же происходит в остальных 83 регионах. Но в том числе Кировская область везде попала в данные о том, что у нас доступность здравоохранения очень низкая. Это за счет сокращения там ФАПов, больниц. И при этом еще возникает сегодня другая проблема, что фактически на село никто не едет, и специалистов. Это тоже громаднейшая проблема. И, в общем-то, если вот так на все посмотреть, то вспоминается рассказ о том, что разрушен до основания, а затем... И, в принципе, мы сегодня видим, что и бюджет-то сегодня начинает формироваться именно с тем учетом, что, в общем-то, надо точно понимать, что огород и там самолечение, да, это самое надежное в 21 веке, которое мы не рекламируем. Да, значит, мы вообще не рекламируем. В 21-м становится таким очень важным форматом жизни жителей и Кировской области, и Российской Федерации. Мы сейчас перейдемся на короткую рекламу, буквально две минуты, и после чего продолжится особое мнение Дмитрия Русских. Мы зацепились за слово кредита Кировской области. Вот нужно будет про госгарантии и про кредиты поговорить после перерыва. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько свое особое мнение. Сегодня высказывает депутат законодательного собрания Кировской области 4-го и 5-го созывов. Напоминаю, что нынешнее законодательное собрание 6-й созывов. Да, 6-й. Дмитрий Михайлович Русских с нами в студии. И мы хотели поговорить о кредитах, которые Кировская область не вернула госбюджету кредиты за 2015 год. Об этом сообщили все СМИ. Мы, оказывается, единственный регион, который не рассчитался по кредитам за 2015 год. И сумма бюджетных кредитов, которая числила за Кировской областью, превысила 13,5 миллиардов. Это наш долг, я так понимаю. Нет, у нас в год на сегодняшний день почти 27 миллиардов. Это именно по 13 миллиардов, это именно те, которые, видимо, мы должны Минфину. У нас разделен госдолг на две части. Мы часть привлекаем коммерческих банков, значит, и часть мы при более дешевых денег... Половину госдолга региона. То в данном случае последняя вся тенденция 2015-2014 года со стороны бывшего губернатора Белых была в следующем. Так как у нас изначально пакет был почти на 80% это заимствование коммерческих банков, где был довольно-таки большой процент, то вот за два года они попытались сбалансировать за счет дешевых денег Минфина и привлечения уже кредитных ресурсов. Да, напоминаю, что бюджетные кредиты Минфиновские, они значительные. Они сейчас память не изменят, там чуть ли не 0,4% или 0,5% годовых. Фактически средняя стоимость кредитных денег банков составляет где-то от 8 до 11. То в данном случае, если не память не изменят, в 2014 году мы почти 1,5-2 миллиарда платили только по кредит процентов. Так, теперь ситуация с невыплаченным кредитом. Грозит ли нам тем, что нам не выдадут кредит, который я вам, наверное, необходим в области, наверное, в следующем году? Ну, насколько я понимаю технологию, то мы должны были загасить за какие-то годы бюджетный кредит, который нам дал Минфин, и сразу в ответ получить снова эти. Но так как мы не выполнили условия, то, что я тоже прочитал, вернее всего, что будет какая-то другая форма получения, потому что в данном случае мы точно не сможем сократить свои расходы. Значит, госдолг у нас 27 миллиардов, и понятно, что теряя сегодня доходные части по налогам, мы точно будем еще вынуждены, как мне кажется, привлекать еще дополнительные какие-то кредиты, для того, чтобы дожить до конца этого года. А поясни тогда, когда мы говорим о бездефицитном бюджете Кировской области, как это все работает? Ну вот, смотрите, я специально взял там данные, которые вот у нас были изначально, потому что у нас бюджет вообще с 2014 года начал очень сильно плавать, в плане того, что ситуация экономическая поменялась, и мы, значит, вот изначально, когда мы принимали бюджет с 2014 года, мы планировали, значит, доходы, значит, 14-й год 39 миллиардов, прогноз там на 15-й 43 миллиарда, и в 16-й у нас должен был быть только своих доходов 43. Значит, расходы у нас должны были быть в 14-м 44, значит, в этом году у нас должно, ой, в 15-м 48, и в этом 49, ну, почти 50 миллиардов, да. У нас сегодня расходная часть где-то составляет, наверное, около 44-45, значит, доходная часть у нас, мне кажется, что должна была быть где-то 41-42, так как мы очень сильно не добираем по доходам, я думаю, что мы где-то идем в пределах 39-38 миллиардов, то разрыв очень довольно-таки существенный, как в следующем году мы выйдем без дефицита, наверное, двумя способами, там, да, сокращение расходных обязательств по территории, значит, и привлечение каких-то дополнительных денежных средств со стороны, там, Минфина или коммерческих банков, потому что, ну, я не помню, когда мы вообще жили без дефицита. — Слушай, ну, эта же ситуация, она вот как бы не сейчас проявилась, наверняка, когда происходили вот эти все у нас пертурбации со сменой главы региона, да? — Нет-нет-нет, я думаю, что тут смена главы региона никак, в общем-то, не влияет, потому что хочу сказать, что вообще вот все, что происходит сейчас, оно началось не с приходом там нового губернатора. — Нет, я про другое, точнее, я про другое, вот та команда, я хочу просто на новую команду и их задачи, там, чуть-чуть времени уделить, та команда, которая пришла на смену прошлой, они ведь были поставлены в известность, в какой ситуации находится Кировская область. — Ну, я думаю, что, я надеюсь, что они изучали. — Я к тому, что ты говоришь, что найдутся какие-то другие пути получить деньги от Минфина. Ну, то есть они, ты думаешь, уже знают, какие пути нужно использовать, и, может быть, даже какие-то гарантии даны. Не может Минфин просто так взять и не выдать денег? — Да, я думаю, что однозначно, когда происходит кадровое изменение, то любой здравый человек, он понимает, куда и как происходят какие-то определенные процессы на территории, и понятно, что вообще все связано только с деньгами. Я думаю, что со стороны Минфина есть какие-то вещи, сказанные в поддержку исполняющего обязанности, при всем при этом, наверное, есть какие-то пожелания по сокращению расходной части бюджета, для того, чтобы их тоже надо было выполнить, чтобы этот баланс сдержать. То есть, если мы уже фактически в 2016 году должны были дойти до расходной части почти 50 миллиардов в этом году, а мы на следующий заходим в 45, то мы, в принципе, уже видим и так, что мы сокращаемся по расходной части очень значительно. При этом увеличивается доходная часть. Доходная часть может только увеличиться не за счет дохода, потому что, в принципе, мы сегодня, если посмотрим, что у нас происходило последние 3-4 года с выходом различных предприятий с территории и с уходом самого крупного налогоплательщика, это Уралхимов, в том году, где в этом году... Кирок-Чепецкий химкомбинат. Да, да, значит, мы только в этом году по налогу на прибыль недополучили 2,5 миллиарда рублей, которые были заложены в бюджет с 2016 года. Химкомбинат нам платил. Да, и при этом мы видим, что сделать баланс расходов и доходов примерно без дефицита можно только за счет сокращения расходов и увеличения взаимствования кредитных средств. Значит, для этого нужно... Это, я думаю, одно из тех требований, которые вообще Минфин требует со всех регионов. При этом я хочу сказать, что я специально изучал динамику. Вот есть динамика роста госдолга. У нас сейчас говорят, что у нас очень большой госдолг. Значит, я вам хочу сказать, что в среднем госдолг за последние 7-8 лет в Приволжском округе по регионам вырос в 4 раза. Вообще в среднем по всем регионам в Приволжском округе. Да, в среднем регионы увеличили его в 4 раза. Это важно. Я сейчас слушателям хочу пояснить, почему. Потому что, когда говорят, что Кировская область накопила госдолг, у некоторых создается впечатление, что она такая уникальная со своим госдолгом. Нет, это не уникально, но смотри, есть. По России средний показатель, что вся Россия увеличила госдолг в 3 раза. Значит, Кировская область увеличила свой госдолг за этот период времени в 7 раз. Мы в этом плане там лидеры, на самом деле. Значит, мы его значительно увеличили. И у нас сегодня он составляет почти 27 миллиардов. Значит, основная причина увеличения госдолга по всей Российской Федерации, это, конечно, наказы президента. Майские указы. Майские указы, которые, в общем-то, привели к тому, что мы должны были выплачивать, увеличивать заработные оплаты бюджетникам, при этом федеральный центр эти деньги на себя не взял. И второе, то, что я считаю, что когда мы увидели падение динамики и все, что происходит уже в конце 2013-2014 года, политика там, правительство не поменялось по отношению выборов приоритетов. Очень много, на мой взгляд, было проектов, которые, в общем-то, мы могли без них обойтись, которые сегодня до сих пор пожирают громаднейшие деньги. Значит, это, я всегда говорил, и космический центр, и я всегда говорил, и строительство новых котельных, которые там за 680 миллионов построили, и лицей для одаренных детей в Проснице за 360. Но, на самом деле, мне кажется, в какой-то период правительство области не осознало, что экономика валится, не осознавало до конца, что мы столкнемся с большими проблемами по бюджету, по налогам. И, в общем-то, это привело к тому, что, в общем-то, мы сегодня имеем очень большой госдолг, мы имеем проблемы с пополнением бюджета за счет налогов. И, конечно, очень большой был сделан провал, как я считаю, то, что мы за 3-4 года очень много у нас предпринимательства и малого и среднего ушло с территории. Что может сделать новая команда, чтобы отыграть эту ситуацию? Ну, я думаю, что лучший, наверное, вариант – это все-таки диалог, это выстраивание, ну, в первую очередь не с олигархами, а с малым и средним бизнесом, потому что в данном случае олигархи, они останутся олигархами. А можно тебя попросить тоже? Вот я буквально… Вопрос такой стоит. Когда говорят о малом и среднем бизнесе, хотелось бы, чтобы нарисовали картинку, а кто это? Ну, смотрите, малый и средний бизнес – это те предприятия, на мой взгляд, вот как я их разделяю, да, есть бизнес, а есть предприниматели. Вот бизнес – это те, кто работают с властью. Предприниматели – это те, кто с властью не работают. Ну, очень просто, на самом деле, да. Значит, вот… Так возможно? Возможно, конечно. Я хочу сказать, что у меня все мои знакомые там и друзья, они все в основном работают как предприниматели. Если вы с властью не работаете, как они с вами будут работать? То вот смотрите, то вот я буквально взял данные там Министерства Федерации Налоговой Службы за 2012-2013 год, когда они нам давали данные, о сколько у нас покинуло, снялось с учета по месту своего нахождения в Кировской области. Это вот эту тенденцию, она уже пошла в первом квартале 2013 года. Вот целая пачка, их там почти 300-400 предприятий. И каждый год столько уходит. Значит, то если их никто не останавливал и не создавал условия для работы, и они сегодня находятся, вот я смотрю по местонахождению, это и Москва, и Татарстан, и Адыгея, и Коми, и кого-то… Нет, ну понятно, что преобладает город… Видимо, просто так с бизнесменами, с предпринимателями не поговоришь. Ведь если у нас так работают… На что ссылаются бизнесмены и предприниматели, кстати говоря? Что налоговая в Кировской области уж больно там, значит, закручивает гайки. Что вот тут нет преференции, здесь нет преференции, а там полегче. Ну вот что можно сказать? Ну, слушайте, надо, значит, их слышать. Ведь на самом деле, когда тяжелый бюджет, то, понятно, задача любой налоговой организации – собрать как можно больше денег для бюджета. Полгинута у нас. Да. То в данном случае это диалог. И второе, на самом деле, очень важная вещь, в которой мы сегодня должны понимать, что все-таки должны быть выбраны приоритеты. И на самом деле нужна та команда, которая сможет какие-то произвести именно те реформы, касающиеся не населения в первую очередь, а какие-то другие способы, когда можно все-таки запустить какой-то экономическую, как бы, сдвиг и развитие территории. И при этом я считаю, что, значит, в этом плане работы очень много, и она, на самом деле, очень тяжелая. Так, по развитию территории у нас запланирован отдельный эфир, сразу скажу, в дневном развороте. Я надеюсь, что ты будешь в нем участвовать. Нам бы хотелось, чтобы и город наш тоже развивался. Спасибо. Это было особое мнение для перерусских депутатов Законодательного собрания Кировской области 4-5 созыва. На микрофон была Светлана Занько. Всем до свидания. До свидания.